Игра в гольф как урок физкультуры. Обучать этому виду спорта предлагают в школах страны. По мнению специалистов, в гольф смогут играть дети, которым нельзя бегать и прыгать. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Возмещать расходы на эвакуацию автомобиля после ДТП будут страховые компании. Пленум Верховного Суда России принял постановление, разъясняющее спорные вопросы по ОСАГО. Кроме того, на плечи страховщиков ложатся и выплаты за ремонт городской инфраструктуры, знаков ограждений, поврежденных в ДТП. В сумму компенсации входит и утрата товарного вида машины. Причем вводится обязательная процедура досудебного урегулирования спора страховой компании клиента по ОСАГО. То есть сначала водитель должен предъявить претензии страховщикам, если с ним поступили неправильно. Если последние откажут, только потом идти в суд. Без попыток досудебного урегулирования суд не станет рассматривать иск о компенсации ущерба. Ввести третьим уроком физкультуры в школах гольф рекомендовал экспертный совет Министерства образования и науки России. Причиной включения этого вида спорта в школьную программу стало возвращение гольфа в состав олимпийских дисциплин. Специалисты разработали целую программу обучения гольфу, которая тесно связана со школьными курсами биологии, физики, истории и общества знания. По проекту «Школьный гольф» предполагается, что этому виду спорта будут обучать в более тысячи школах страны. Играть в гольф смогут все дети, даже те, кому противопоказаны уроки физкультуры. Пожаловаться онлайн скоро можно будет на шумных соседей. Министерство юстиции России вынесло на обсуждение законопроект об использовании электронных документов в делах об административных правонарушениях. Согласно проекту, на официальных сайтах правоохранительных ведомств различных государственных инстанций должны появиться специальные окна для приема жалоб. Так, на соседей дебоширов можно будет написать электронное письмо на сайт отделения полиции. Постепенно производство по административным нарушениям перейдет в цифровой вид. Появятся электронные протоколы, а решения судов граждане будут получать по электронной почте. Подобная практика уже действует в России. После внедрения видеокамер на дорогах страны выросло число штрафов за нарушение правил дорожного движения.